Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте. Добрый день. Очень рада вас приветствовать и очень рада вам сообщить, что у нас сегодня, ну честно скажу, прям особенный выпуск программы «Лучшее в стране». Потому что у нас по праву один из лучших музыкантов не только в нашей стране, но и в мире. Именно так. Встречайте, друзья, у нас скрипач Иван Почекин. Иван, привет. Здравствуйте. Спасибо тебе огромное за то, что ты к нам пожаловал. А тем более в канун такого очень серьезного музыкального события. Хотя, мне кажется, для тебя эти события все одинаково большие, интересные. Их у тебя, слава богу, много. Ну, давайте подробно. Значит, 17 ноября, запоминайте, лучше записывайте, в Большом зале Московской консерватории состоится концерт Российского национального оркестра. Руководитель, кстати, Михаил Притнев, известный дирижер. Так вот, Иван Почекин будет исполнять произведение на скрипке, которая некогда принадлежала Николу Паганини. И произведение, я так понимаю, тоже будет исполнено исключительно авторством Паганини. Это будет вечер с Российским национальным оркестром. И действительно, во втором отделении концерта прозвучит первый концерт Никола Паганини. И он будет исполнен на скрипке работы Карла Бергонца 1720 года. И эта скрипка, именно тот самый инструмент, на котором были написаны знаменитые 24 каприза Паганини. То есть это первая большая скрипка Николу Мэзи. Да, но надо же еще сказать, что их вообще вот скрипы, которые принадлежали Паганини, к которым он прикасался, играл, выступал, их не так много. Их было несколько. Их было несколько. И они сейчас существуют в каких-то разных точках мира. Это скрипка, на которой он сортировал все зрелые. Давай поближе микрофон подвинем к себе. И поздние годы своей карьеры. Это Гварнери Дальджезу, которую он завещал коммунии города Генуэ. Вот. Этот же инструмент, повторюсь, он написал на нем, используя его 24 каприза, свое первое знаменитое произведение и инновационное, так скажем, знаковое произведение для всех скрипачей, потому что он поднял скрипичную технику на те вершины, на котором, собственно говоря, он остается и сейчас. Вот. И вот эта скрипка, знаменитая скрипка, она прозвучит 17 числа консерватории. Ну, расскажи, пожалуйста, где она хранится, у кого, а в каких условиях? Это же очень капризная история. Она будет специально предоставлена для этого концерта российским леценатом Максимом Валерьевичем Викторовым. И будет специально она привезена для этого концерта в Москву. Где она хранится? Или это секретная информация, которой нельзя? Это, так скажем, его информация. Хранится она за границей. Ну, одно очевидно, что такие скрипки хранятся в каких-то особых условиях, да? Безусловно. Это специальные, можно сказать, коротко так, камеры, где очень важно поддержание влажности. Потому что инструменты очень капризные, старинные. В основном все сохранившиеся для нас инструменты были сделаны в 18 веке в Италии. Поэтому относиться к ним нужно, конечно, к крустальным. Крайне бережно. Скрипка в твои руки попадет, если не ошибаюсь, ну, чуть ли не в ночь как раз с 16 на 17 ноября, да? Ну, накануне как-то так, в лучшем случае. Или даже утром 17. За день до. За день до. И не нужно ли какое-то привыкание? Или ты сразу становишься и... Погнал. Дело в том, что достаточно разный подход к инструментам бывает. Безусловно, элемент спонтанности нельзя отрицать. Но в то же время старинный инструмент, он очень много эпохально себя впитал. Это и манера игры тех людей, какого-то впечатления, которые на нем играли веками, да? И когда играешь на вот этой скрипке, экс-паганини, то, безусловно, она как будто подсказывает те действия, которые нужно вот технически делать, чтобы музыка паганини на ней звучала очень эмоционально и очень эффектно. Это очень тонко, конечно. Это большое удовольствие от процесса, но также, безусловно, и до концерта очень большое воодушевление. Вся в случае в моей жизни, когда вот я узнаю о том, что будет выступление в этом инструменте, я, безусловно, в приподнятом настроении нахожусь. Все это время до концерта. Иван, дорогой, ты это все понимаешь. Люди, которые любят классическую музыку, знают, кто такой Паганини и так далее, они, конечно, понимают, что это серьезный концерт, это серьезное такое событие, и пропускать нельзя, если есть возможность. А как бы ты смог объяснить вот слушателям, скажем так, не очень искушенным в классике, почему они должны посетить этот концерт? То есть, понимаешь, да, для большинства скрипка есть скрипка. И какая разница? Паганини на ней играл. Сколько ей лет? Скрипка и есть скрипка. Звук примерно себе все представляют. Вот в данном случае. Есть ли что сказать? До Паганини скрипка была одним из многих инструментов, в которых играли. Паганини же, безусловно, сделал из скрипки некое, так скажем, продолжение своей души, своего «я». И тот градус эмоций, который в сочетании его музыки на этой скрипке и с участием лучшего оркестра Москвы, безусловно, дает впечатление особенное. Поэтому судить слушателям. Да, в общем, не объяснить, друзья, надо прийти и послушать, и посмотреть. Правильно? Это, конечно, достаточно сложно. Есть такая интересная, на мой взгляд, в этом концерте история, достаточно редко, насколько я понимаю, оркестр будет без дирижера. Куда дели дирижера? Многие зададут вопрос. Они придут и увидят в зале, почему нет дирижера. В прошлый раз, когда я вот выступал на этой скрипке, это был тоже российский национальный оркестр, но дирижировал маэстр Михаил Васильевич Плетнев. В этот же раз идея такова, что вот эти произведения, Моцарт, где я буду выступать со своим братом в дуэте, и я буду по альтистам выступать. То есть на альте. Да, 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 мы расскажем об этом, да. И Паганини во втором отделении, как бы мы аутентичный такой, берем манер, и учитывая, что в то время был один лидер на сцене, не было такого солиста, дирижера, все это по амплуа очень разделялось. В одном лице преподносилась идея. Я хочу именно, как тогда это было принято, аутентично преподнести вот эту идею. Что касается Паганини, этот композитор для тебя близок особенно. Начнем с того, что твоя, скажем так, известность, наверное, пришла к тебе после победы в конкурсе. Да, да, и это, пожалуй, вот тот самый вариант был, когда вот изначально я очень много на этом работал, там, скажем, через тернии шло, именно с Паганини. Но тем было интереснее добиться именно в этой музыке, скажем, какого-то уровня. Ну и дальше больше. Дальше у тебя выпущены с известнейшей компанией диски тоже на произведения Паганини. Да, компания Naxos сделала мне предложение, это было достаточно давно, уже лет 10 назад. Предложение заключалось в том, чтобы записать неизвестного Паганини. Это пятый, шестой концерты, некоторые пьесы, среди них были известны, но в основном это было то, что вот не записывалось. Или записывалось в очень маленьком. То есть твои диски, они такие уникальные получаются? Ну, они отчасти исторические, потому что мало в этом сегменте. Ну, можно сказать, что у тебя такая особая любовь к Паганини? Конечно, конечно. Эмоциональная, энергетическая. Ну, я думаю, что надо рассказать также нашим зрителям и слушателям, что произведения Паганини отличаются особой сложностью, правда? Повторюсь, Паганини поднял вот скрипичную технику до тех вершин, в которых мы остаемся и сейчас. И принято считать, что первое место скрипачей занято уже навсегда. Ну, и надо сказать, что ты справляешься блестяще с этой сложной техникой. Судя по огромному количеству отзывов, очень таких громких, известных имен на весь мир, которые, в общем, даже не искупятся, подбирают такие очень лестные, очень громкие, такие достойные слова в свой адрес. Это, конечно, приятно, наверное, когда тебя оценивают по достоинству. Да, не только. Друзья, я хочу сказать, что Иван сегодня к нам пришел в студию со скрипкой. Со своей скрипкой. Напомню, что та самая скрипка Паганини, которую вы увидите и услышите 17 ноября в Большом зале Московской консерватории. Сегодня Иван со своей скрипкой. Мы, конечно, будем просить Ивана что-нибудь исполнить. Я думаю, что вот, наверное, нет, мы сейчас уйдем на короткую рекламу, как раз Иван займет место, позицию, нашу небольшую сцену. Я хочу, чтобы ты рассказал нам про свою скрипку, которую мы услышим сегодня. Она же тоже даже по внешнему виду, в общем, заметна, что она, ну, явно не двухтысячных годов выпуска. Это инструмент 1770 года. На секундочку, так. Работы мастера Томазо Эберле. Это Неаполь. Вообще, итальянцы делятся на школы. Номер один принято считать, что это Кремона. Под Миланом большой город. Далее Венеция. Абсолютно другая манера исполнения скрипичного мастерства. Неаполь, Бреши, Рим, Северная Италия. То есть школы итальянские очень разные, но в то же время объединяет их, условно, вот этот золотой период. Это конец 17-го и весь 18-й век. Как она оказалась у тебя? Это наша семейная... Семейная скрипка, которая уже какое-то время возникла. Скрипка, да. Недолго, но тем не менее. Она у тебя одна или... Нет, конечно. Их несколько, да? Мой отец скрипичный мастер. Ой, это такая отдельная тема большая, да, чудесная. Да. Он давно живет не в России, но тем не менее. Сначала он российский скрипичный мастер. Скрипок, конечно, с детства я видел очень много. Как зовут папу? Юрий Геннадьевич. Юрий Геннадьевич Почекин. Да. Но он занимается на сегодняшний день, он создает скрипки, да? Он всю жизнь этим занимается, это дело его жизни. Так, ну, получается, только уже сегодня российские скрипки. Итальянские? Сейчас он живет в Мадриде. А учился, конечно, он в Италии. Лучшее в стране. Это фрагмент, собственно говоря, каприса погонения номер 10. И это часть цикла, который написан на скрипке Бергонцы. Потрясающе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 То есть, понятно, ты во многом служил примером, наверное, для него тоже. Безусловно, как бы мой ранний труд для него служил примером, и какие-то первые успехи, наверное, подсказывали ему то, что путь выбран правильно. Иван, ну у тебя же наверняка в детстве какие-то были мысли такие, что, ну почему скрипка, лучше я буду. Какие мысли тебя посвящали? Какая-то другая профессия иногда оказывалась в твоей голове? Ну, безусловно, поскольку я был в детстве физически развитый, очень меня тянуло в спорт. Спорт. Да. Ну, активным, нормальным ребенком я был. Просто в какой-то момент всю энергию, профессию пустил. Дальше путь какой? Музыкальная школа, консерватория? Что это было? Школа, как обычно. Я, в принципе, очень благодарен нашей системе образования. Потом очень много учился за границей, Германии, Америка, Швейцария. И потом вот вернулся жить в России. То есть высшее музыкальное образование ты не в России получал? И в России в том числе. И в России в том числе. Ну что, это консерватория или что московская? Я несколько вузов не окончил, только один окончил. Ты просто лучше взял со всех вузов, это же понятно. Ну, хотелось, да, очень много именно информации получить в какой-то период. Иван, ну, теперь расскажи нам, пожалуйста, тайну. Сколько часов в день длились твои занятия раньше и сегодня? Сколько ты можешь себе позволить заниматься? Сегодня сколько хватит сил. Потому что очень много... Да упадут, то есть прямо вот пока силу не покинули маэстро. Нет, ну, это на самом деле немного. Много сейчас других дел, к сожалению, бытовой жизни, много перемещений, много концертов. Поэтому несколько часов в день, и то не каждый день. В детстве же, это пока вот не сделаешь результат, нужно было продолжать его убивать. То есть я такой человек, умри, ну, сделай. По всем. Ну, это же все равно как-то во времени измеряется. Семь часов, восемь, десять. Наверное. То есть даже не наблюдал за временем. Есть задачи, цель, ее надо выполнить, пока не получилось, не отходишь. Да, и так во всем. И так не только музыка. И так во всем. Что касается Михаила, скажи, как складывается его карьера? Ну, можно сказать, что похоже. Он больше ориентирован на Европу, я больше на Россию. Мы играем вместе, мы вот сейчас записали первый дебютный альбом на фирме «Мелодия», который выйдет, релиз будет в январе. Он состоит из малоизвестных произведений в основном. Примечательная деталь такова, что я также играю на «Альте». Да, вот как раз я к этому тоже хочу подвести. Я думаю, что в этом диске как раз Михаил на скрипке, да, а ты на «Альте». Да, на «Альте» и на скрипке тоже. Матюшка, я прошу тебя, давай мы... А вдруг вот есть два таких слушателей, зрителей, которые не знают, что такое «Альт» сейчас? Я допускаю, что два таких есть. Это тоже скрипка, только больше. Если примитивно выражаться. Примитивно выражаясь, это большая скрипка, как говорят в анекдоте про альтистов, которых очень большое количество среди музыкантов, что пьяный страдиварин стянул струны на футляр. Да, хорошая шутка. Так вот, ты владеешь этим инструментом тоже совершенства. Ну, это, так скажем, родственный инструмент. Соответственно, когда рядом с тобой Михаил, ты, конечно, уступаешь ему скрипку и берешь руки «Альт». Мы не имеем большого репертуара, к сожалению, исторически, для двух скрипок. Поэтому я как бы догоняюсь, дополняю этот репертуар. Ну и как раз 17 ноября, да, вот как раз в зале Большой Московской консерватории в концерте будет принимать участие и Михаил тоже. Да, первое отделение как раз я буду выступать с альтистом. А какой-нибудь, может быть, надо было «Альт» тоже необычный привести, раритерный. Ну это все впереди, я думаю. Что-то необычное, что-то обычное, как, наверное, у всех людей. Друзья, у нас музыкант Скрипач Иван Почекин в гостях. Мы продолжим общаться с нашим гостем. Пожалуйста, никуда не девайтесь. Программа продолжается. Напомню, что у нас сегодня в гостях Скрипач Иван Почекин. 17 ноября в Большом зале Московской консерватории состоится замечательный концерт Российский национальный оркестр Иван Почекин, Михаил Почекин, брат. Скрипка, привезенная специально из Италии. Я так думаю, мне не сказали откуда, но она предлежала когда-то Паганини. В общем, потрясающий концерт. И вот Ивана просим очередной раз нам исполнить фрагмент произведения. Иван, что это будет? Это будет фрагмент Адаши Убака. Потрясающе. Фрагмент Адаши Убака. Фрагмент Адаши Убака. Фрагмент Адаши Убака. Бурные овации. Браво. Спасибо огромное. Иван Почекин, друзья. Прошу Иван пройти напросив меня, занять место. Мы продолжим общаться. вот на какую тему Иван, ты сотрудничал уже с большим количеством выдающихся дирижеров современности среди которых и Гергев, и Спивакова многие-многие другие и площадки, просто если я сейчас начну их перечислять где ты выступал и оркестр, с которым ты стоял, это очень много времени, это какую-то отдельную рубрику нам надо завести, я пожалуй, наверное спрошу у тебя, есть ли для тебя какое-то на сегодняшний день особо знаковое сотрудничество, и может быть, еще площадка, где ты не выступал, но куда планируешь и где хочешь очень выступить Безусловно, есть исторические сцены, где я не выступал, и которых с детства переполняли эмоции выступить но тем не менее, большой зал концернатории в котором будет концерт это был с детства, безусловно эталон, так скажем исполнительского мастерства там играли лучшие я жил в этом городе и так скажем это был некий такой эталон, к которому я стремился что же касается музыкальных сотрудничеств то я думаю тут никогда не остановится это вот ощущение развития потому что то, что было оно очень мне где-то дорого где-то поучительно и до сих пор где-то неизведанно все то, что оно было но то, что будет мне кажется всегда впереди больше в самом случае я живу вот этим ну это здорово скажи пожалуйста что касается скрипачей кого бы ты еще помимо себя конечно выделил в мире множество школ так разных поэтому сравнивать и допустим говорить кто лучше или кто просто круче технически или в плане музыкального кругозора очень сложно то есть мы не можем сказать, что русская школа это лучшая школа русская школа она самая систематизированная и в ней пожалуй больше всего имен но тем не менее интересно как раз вот сравнение не имен а школ потому что допустим немецкие произведения для меня лично лучше исполняют немцы какие-то вещи итальянского барокко итальянцы соответственно итальянцы русскую музыку безусловно российские коллективы что же касается как раз Паганини и вообще вершин мастерства технического тут полный интернационал тут нет такого что это принадлежит хотя фольклор безусловно итальянской песни итальянской мелодики очень преобладает что касается твоего свободного времени скажи оно вообще есть у тебя безусловно безусловно молодец у каждого человека есть свободное время если он хочет его иметь чем же занят Иван Почекин вот в это самое свободное время я очень люблю когда нет скрипки в руках очень люблю водить машину допустим конечно в основном не в Москве но в Москве по ночам тоже а все по Европам ну там больше где разогнаться можно общаться с людьми какие-то новые вещи для себя открывать очень большой гурман к сожалению почему к сожалению ну к сожалению потому что это тем не менее вредно против приходится костюмы покупать все больше и больше на размер или как дело не в костюмах дело ну скрипка все равно это спорт понимаете так или иначе физическая выносливость очень важна да и мне кажется вы так же наверное как и любый артист теряете в весе за концерт кстати это так за концерт теряю но после концерта к сожалению в этот же вечер с лихвой наверстываю что касается ты говоришь не пришла очень общаться а кто эти люди которые тебя окружат я имею ввиду конечно друзей прежде всего это тоже из музыкальной среды или вовсе не обязательно в основном нет это люди которые просто надо же отдыхать от музыки когда-то потому что это будет разговор сплошь и рядом энергетически так скажем и наполняют и разгружают при этом я очень люблю с не музыкантами поговорить о музыке чтобы люди это понимали это конечно редкость конечно это уже свой птичий язык абсолютно у музыкантов и объяснить да и какие-то фамилии ты назовешь наверняка просто глаза вот так вот люди выкатят на тебя ну каких это профессий ну люди разные кто они в основном ну разные хотя парочку мы же не спрашиваем подробности каких-то разные люди юристы предприниматели ну хорошие друзья врачи замечательно так это все твои поклонники лингвисты или не обязательно нет это просто люди с которыми мы общаемся я поскольку это мои друзья поклонник их в их профессии да они ходят на мои концерты наверное в основном на мои потому что мы дружим абсолютно разные люди в том числе и музыканты безусловно тоже лучшие в стране на телерадиоканале страна фм а продолжается наша программа у нас сегодня в гостях скрипач Иван Почекин 17 ноября отправляемся с вами в большой зал Московской консерватории концерт российского национального оркестра солист Иван Почекин и легендарная скрипка которая принадлежала Николу Паганини мастера Карла Бергонса Вань написано в афише что ты посвящаешь свой концерт преподавателю педагогу своему Майсе Молны Глизаровой ну если можно прям в двух словах о этой женщине что она для тебя значила сколько лет вместе привели что дала она тебе я учился потому что мама тебя ведь тоже преподавала учила учился у нее 11 лет у Майса Молны ну да это много она мне дала главное мне кажется это критерий что информацию можно приобрести а критерий это есть нечто изыбливое на основе чего и восприятие оценка ну вот не стало уже да по-моему этим летом ты сказал педагогу конечно светлая память 92 года и практически до последних дней жизни продолжала преподавать слушайте это замечательно про Паганини Иван ты как специалист и биограф в том числе человек который играет все произведения кстати абсолютно все или есть то к чему еще не прикасался нет есть произведения которые я не играю среди Паганини по каким соображениям наверное руки еще не дошли потому что пока время не пришло все таки его творчество оно очень большое география его очень богатая собственно говоря как и вся его жизнь потому что в свое время он был наверное олицетворением успешного артиста он был первым артистом который подписал контракт с импресарио и журналисты на это на этот счет все время прикалывались писали исторически известно что он продался на определенное время за определенные деньги вот вообще множество про него легенд ходило и фраза композитора его современника Мер Бера наверное многое говорит он сказал что там где заканчивается наша фантазия начинается погонение да ярко очень сказано а его выступления они насколько я читала они всегда сопровождались ну не только вот исполнением что-то он себе позволял такое выделывать там на тот на то время очень шокирующее он имитировал в звуках скрипки нашу жизнь допустим есть произведения в которых там имитируют звуки которые издавались животными поскрип условно это не тривиально точно это имитация такая художественная стоит отметить что погонение в зрелые годы исполнял на сцене только произведения сочиненные им самим авторов не абсолютно грамотный подход шоумен такой очень правильный абсолютно и наверное один из первых в своем масштабе первый что касается современной скрипичной музыки как тебе кажется можешь ли ты дать какую-то оценку вообще сочиняется пишется сочиняется многое сказать что есть именно скрипичная музыка современная нельзя потому что раньше было такое определение собственно которое начиналось в погонении это музыка композиторов скрипачей сейчас этого практически нет скрипачи не пишут пишут композиторы а скрипачи исполняют а композиторы просто пишут мелодию произведения а уже аранжировки аранжировщики разбрасывают это все по партитуры скрипка пожалуй к сожалению опять становится одним из инструментов на которых играли среди именно современных композиторов пока еще пахально не дошло до сцены потому что сейчас много играют музыки старинные где скрипка инструмент особенный а вот среди современных композиторов безусловно это так скажи пожалуйста будет ли у тебя как ты думаешь со временем такое желание а может быть ты уже это делаешь преподавать нет нет у меня такого как ты категорично очень ответил потому что я повторюсь вот эта позиция я привык любыми силами путями добиваться всем желаемого результата и какую-то конечную цель воплощать в жизнь которую я вижу безусловно не все это разделяют если будут люди более молодого поколения кто учится и кого можно как-то оправить грамотно то это мои союзники так скажи в массовом масштабе я этого не вижу Иван расскажи нам пожалуйста если посчитаешь нужным что у тебя с личной жизнью пока не определился не определился со спутницей поэтому в стадии определения спутница у музыканта мирового масштаба безусловно терпеливая классического музыканта безусловно терпеливая ты что вспылить можешь я человек которого порой душат эмоции по жизни не обязательно это на сцене когда какой-то период допустим без концертов допустим неделю или две я вроде бы как отдыхаю на третий день у меня начинается бешенство страшные вещи я хочу конечно очень выплеска эмоций ищу все те формы которые мне не все могут разделять в общем да с творческими людьми не просто друзья я люблю риск люблю скорость люблю все время ощущение вот края ну и скрипку скрипку тут уже и на скрипке я тоже люблю люблю рисковать потому что многие музыканты играют лишь бы что не случилось скажем в плане качества я же считаю что это не есть доблесть доблесть это когда ты рискуешь и риск оправдан друзья вот такой он выдающийся музыкант современности скрипач Иван Почекин Вань спасибо тебе огромное спасибо 17 ноября большой зал московской консерватории замечательный концерт российский национальный оркестр Иван Почекин брат Михаил Почекин и выдающаяся скрипка мастера Карла Бергонце которая принадлежала Николу Паганини потрясающая атмосфера я думаю действительно достойный вечер во сколько начало кстати в 19.00 в 19.00 не опаздывайте пожалуйста Вань если есть что сказать так пригласить всех официально давай есть у нас несколько секунд безусловно хочется всем пожелать почувствовать вот этот градус эмоций который в наше время очень мало доступен моя цель донести вот этот градус до слушателей очень благая красивая цель спасибо тебе еще раз огромное благодарим тебя до новых встреч всегда рады спасибо спасибо